Привет, друзья! Я вам предлагаю приготовить сегодня вместе со мной одну очень замечательную закуску на зиму. Это такая пикантная закуска из кабачков и баклажанов с добавлением еще других овощей. Готовится все совершенно просто, справится даже начинающий. Итак, что нам понадобится для этого рецепта? Это сами баклажаны, перец сладкий, стручок острого перца, помидоры, кабачки, немного репчатого лука и немного моркови, чеснок, по 1,25 ч.л. молотого острого перца черного и красного, соль, сахар, растительное масло и в конце мы добавим немножечко столового 9% уксуса. Перед приготовлением, конечно, надо подготовить сами овощи. Это мы их обязательно хорошо промываем. У кабачков, если кабачки уже взрослые, удаляем кожицу и сами семена, баклажаны оставляем, просто удаляем саму плодоножку. У перца, что у сладкого, что у острого, также убираем семена. Ну, а морковку с луком почистили. И все нарезаем абсолютно произвольными кусочками, но так, чтобы это все можно было легко пропустить через мясорубку. Друзья, кстати, вот что хочу сказать. По этому рецепту надо добавлять один, может быть, даже два стручка острого перца, но это для любителей погорячее. Но так как у нас эту закуску едят и детки, я всегда добавляю буквально половину стручка. Все овощи я пропускаю через мелкую решетку и сразу в кастрюлю перекладываю. Но кастрюля с толстым дном нужна нам, так как в ней они и будут тушиться. Единственное, друзья, вот чеснок оставляем, он нам нужен будет в самом конце. Можно его, конечно, через пресс будет пропустить, но я все-таки вам рекомендую его мелко порубить, чтобы вот именно потом кусочки чеснока ощущались вот в этой вкусняшке. Итак, вот все овощи у нас уже перекручены, добавлены в кастрюлю. Что теперь делаем? Сюда также добавляем соль и сахар. И растительное масло, обычное, рафинированное, без запаха, буквально 30 миллилитров. Остается нам только все это хорошо перемешать и поставить на огонь. Сначала мы с вами поставим на сильный огонь, чтобы просто побыстрее наша масса закипела. Как только овощи закипели, огонь убавляем чуть меньше, чем средний. И 35-40 минут будем тушить, но практически до готовности овощей. Конечно, обязательно периодически перемешиваем, чтобы у нас ничего не пригорело. Ну а что будет дальше? Покажу вам дальше. Прошло практически 40 минут, овощи протушились, они готовы. Теперь что остается сделать? Это добавить сюда мелко порубленный чеснок. Я его уже заранее подготовила, как раз пока вот овощи у меня тушились. Острый перец красный, черный. И добавляем 30 миллилитров 9-процентного столового уксуса. В первую очередь он нам здесь нужен для того, чтобы придать вот такой вот пикантный вкус нашей закуски. Перемешали и теперь накрываем крышкой и варим еще 5 минут до полной готовности. Прошло еще 5 минут. Все, мы выключаем нашу закуску и раскладываем по банкам. Банки, конечно, как всегда, я простерилизовала, а крышки прокипятила. Когда раскладываем закуску, она все-таки у нас с вами кипяток. И поэтому, чтобы банки не лопнули, я, например, всегда подкладываю какой-нибудь широкий нож. Друзья, ну вот из этого количества овощей, которые я брала, получилось у меня 3 пол-литровые баночки. И также вот такая вот небольшая мисочка. Банки эти сейчас я обязательно накрою. Теплым вот полотенчиком приготовила и будут, а мне так стоять до остывания. Затем будут храниться в прохладном темном месте. В конце видео я хочу специально вам оставить рецепт, чтобы вы могли спокойно нажать на паузу и без спешки переписать себе все необходимые ингредиенты. Очень вам советую приготовить такую закуску. Отлично подходит и как гарнир к мясным блюдам, и как самостоятельная закуска. И можно просто с черным хлебушком и со сладким чаем. Тоже отличный вариант. Всем вам желаю удачи. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok